Карл Юнг. И Карл Юнг, можно сказать, был в линейке Сигмунда Фрейда, который, я считаю, был династии Сигмунда Фрейда, который был отцом глубинной психологии. И, как вы знаете, Сигмунда Фрейд был потрясающим именем. И, как вы знаете, Сигмунда Фрейд был потрясающим именем. Одна из причин, это то, что он вынесет потрясающим именем. И, как вы знаете, Сигмунда Фрейд был потрясающим именем. Вы знаете, что это название с организацией? Это название, которое также используется в физике. Например, если у вас есть магнитное поле, который я уверен, что вы помните из школы, вы можете положить бумагу на магнит, вы положите металлическую стружку и металлическую стружку и металлическую стружку магнитная стружка, она выстроится в целую линию магнитного круга. Да, помните? И то, почему вы обучали это в школе Возможно, они не могли думать, что лучше поговорить. Потому что физики работают с этим феноменом, что нет никакого прямого влияния на эту стружку металлическую. Вы просто видите в этом силу поля. И физики называли это организующий принцип. В other words, магнит работает как невидимый организующий принцип поведения металлической службы. И Фрейд был гением, он смотрел на людей, и на их поведение, и говорил, что некоторое поведение не имеет смысла. Люди ведут не так, как они дружбы были без смирности. Но иногда они немного ведут себя таким образом, как они должны были без смирности. Но чаще всего они ведут себя таким образом, как есть некоторое невидимое силовое поле, которое организует их поведение. И он говорил, что мы, ну, очевидно, не замечаем это о себе. Мы обнаруживаем, что мы, ну, оказывается делать что-то, что нам не нравится делать. И мы понимаем, что у нас нет того контроля над собой, который, ну, оказывается, у нас есть. И он называл это организующий принцип присоснательный. И если когда-то вы читали лекцию Фрейда, виния, виния психоанализм. Это замечательная лекция, когда в два часа он извиняется к его коллегам за это открытие. Это очень такая объясняющая лекция. Это просто прощение у своих коллег и свое открытие. Это замечательный письмо. Он извиняется к его коллегам. Он говорит, что я очень заброшен с моими знаниями. Он сказал, что если у вас есть много интеллекта, то есть много интеллекта. Это действительно сумасшествие. И, скорее всего, это, кажется, неправда. Поэтому, если вы не примете это, я пойму. Однако, это кажется, что есть что-то, что контролирует наше поведение так, что не объяснимым образом. Вы понимаете? Это было на высоте Лютонской физики. Когда большинство человечества верили, что мы можем объяснить, что мы можем объяснить, что моделировать ничего. И мы можем объяснить вселенную и поведение всех людей таким образом, что мы сможем контролировать все проблемы. И ученые были просто в шоке, что там могут быть какие-то вещи, которые мы не контролируем. И Фред говорит о том, что часть, которые мы не контролируем, это некие естественные импульсы. Которые пересекаются с нашими семейными ценностями. Вы знакомы с нашими семейными ценностями? У нас знакомы с этими семейными ценностями? Да. Штейные ценностями – это твоя мама и папа. Мама, папа... Every time when you think to yourself, how can I tell this my parents? Or, I bet you don't tell this my parents. You are working on a Freudian issue. Your natural instinct is against family value. Every time you think, I don't know this, meaning it's unfamiliar. Unfamiliar means not in my family. English word, unfamiliar means it's not my family. I've never tasted it, I've never smelled it, I've never tasted it. Let's be careful about it. Freud knew this, he knew his concept were unfamiliar to the scientific community. And he knew that everyone would like it. And he knew that he wouldn't like it. So, that was how he was trying to explain the fact that people created a person that didn't come with their hate of professional family. И вот то, как объяснялось, что люди не линейны, не каузальны. И, как вы знаете, его последователь был Карл Лун, который был такой же идеей. Но основная разница была, что Freud считал, что неизвестен был результат вашего натурального инстинкта, и интеракция с вашим родителям. И Юнг добавил компонент к этому. Он сказал, что определяющий принцип, который мы называем неизвестен, это на самом деле не какие-то странные вещи, но это очень важный аспект человеческого инстинкта. Он сказал, что организующий принцип он назвал самостью. Его идея была, что, например, его жизнь человеческого вещества. Может быть, его идея была, когда вы милее, и вы начинаете идти, и тогда проблемы начинаются. Это получше enamрач�. Вы withinрезались и уг誇аны, jenigen Rich'simport..." Он перевернулся тому, что произошло в торжестве". В외 lightningpoints на вот струндах, он сохранился на тассу домов. Вы приходите и думаете, Возвращаемся и думаем, почему я вперед не продвигался. Никакого этого смысла. И потом Юг сказал, когда вы становитесь старше, вы посмотрите назад, и эта цепочка фрагментарного опыта, которую называем жизнь, становится кохерентной. И вы понимаете, что было некое значение во всех этих волонтах. И что любая проблема, любая сложность имеет свое значение. И помогает вам стать больше тем, кто вы являетесь. И его называли это путешествие процессом индивидуации. И он думал, что независимый был организующий принцип, был сам, который помогает вам стать самим. И both Freud и Jung вернулись, что лучшая способность понимать глубокое значение в том, что основное в этих странных вещах, которые мы проходим, это обращать внимание на сны. И если вы обращаете внимание на сны, то они могут помочь вам прояснить. И они называли королевская дорога для понимания организующего принципа. И профессиональная работа, она тоже продолжает эту линию. И Армад Бендел, который сейчас считается одним из десяти лучших индианцев всех времен, он сказал, что организующий принцип неизвестнательным, а назовем это процессом. организующий принцип и организующий принцип неизвестнательным. И начнем с этим и неизвестным. И давайте перестали развивать сознательное и бессознательное, потому что на протяжении жизни в реально работе сознательное и бессознательное постоянно обменяются, и они станут и оттекают от друга. И в основном, он сказал, что организующий принцип неизвестен каждый момент. И